Это не диктатор? Я не русский, но читал про Лелина, он был большевиком, партию создал, КПРФ. Революция организовала нам счастливое будущее. Он, во-первых, сверг царский строй. Основатель советского государства, сегодня у него день рождения. Возглавил красное движение во время гражданской войны. Ну, честно говоря, я как бы не сторонник тех радикальных мер, которые он сделал. Потому что погубить столько народу в то время... Развалился Советский Союз у нас. Нет, это не при нем, это не при нем. Это позже было, это позже было. Я знаю, что он родился в Ульяновске. Вы когда-нибудь стояли в почетном карауле? Да, металлолом носили, макулатуру сдавали, а в почетном карауле нет. В почетном карауле нет. Там сама у меня принимали на стоянки партизан. Мы в свое время, в свое время этот вид в школе отмечали. Концерты были, мы пели песню «Красные гвоздики» или «Ленин» всегда со мной, «Ленин в душе». Ну, конечно, мы волновались. Вот. Но в то же время была гордость, что мы вот охраняем, так сказать, памятник дедушке Ленину. Почетных караулов нет. Субботников, да, ленинских. В школе все выходили, убирали территорию. Это было посвящено Ленину, потому что Ленин в свое время носил бревна. Вообще нужно его похоронить? Нет, конечно. Высшая память. Ну что ж, на него надо смотреть, как на президиум какой-то. А мне кажется, что его уже нужно похоронить, уже деда-то нашего. Да, мне кажется, уже... У него душа неупокоена. Да, у него душа неупокоена, поэтому, мне кажется... Просто, понимаете, под землей он начнет разлагаться, и все его не станет. А так он будет бальзамированный, и все окей будет, да. Как живой. Как живой. Субтитры подогнал «Симон»